Набираем воду из реки. Всем привет! Вы смотрите канал Сил Юкрейн, и в этом видео я вам кратко расскажу об очистке воды методом коагуляции. Также мы с вами испытаем некий коагулянт, но об этом позже. Для начала давайте поймем, что такое процесс коагуляции. Подробно вы о нем можете почитать в Википедии, ссылки будут в описании. Вкратце же, это с помощью добавления раствора коагулянта в воду. В ней химические элементы тяжелые укрупняются и выпадают в осадок, а легкие поднимаются на поверхность воды и образуют там такую себе корку. Украинский производитель Гиацинт предлагает нам коагулянты Гиацинта и Экоматрица. Стоят они буквально копейки. Именно коагулянт Экоматрица производится вот в двух таких емкостях. 10 мл и 200 мл. Также производитель утверждает, что им можно обрабатывать кожные повреждения, ожоги, укусы насекомых и так далее. Полоскать горло. Честно говоря, лично для меня это звучит как гербалайф. Тем не менее, давайте проверим, как он чистит воду. И уже на основе этого будем делать какие-то выводы. Итак, для нашего эксперимента я выбрал три образца воды. Здесь у нас это контрольный образец. Кристально чистая вода от службы доставки 2 литра. Здесь у нас вода, налитая из горячего крана. Как известно, трубы, в которых течет горячая вода, наиболее грязные. Поэтому тут у нас горячая вода, которая не до конца еще остыла. И третий образец, банка под номером 3. Это у нас самый вкусный образец. Это речная вода, набранная из реки Унавы в районе Фастова, Киевская область, Украина. Эти два образца являются у нас условно-питьевыми. Производитель утверждает, что коагулянт можно использовать для очистки условно-питьевой воды. Так что, ну, вот эта вода условно-питьевая, вот эту воду сложно назвать питьевой. Так как, если вы присмотритесь, она имеет не очень красивый цвет, она мутная. В ней на камере не будет видно, но плавают твердые какие-то остатки. То ли это водоросли, то ли это ржавчина коричневого цвета. Я не знаю. То есть, это грязная вода, и даже после ее коагуляции я не рискнул бы ее пить. Тем не менее, нам нужно изобразить процесс, как оно происходит. И если все пойдет по плану, в осадок выпадут все вредные вещества. И вода примет цвет такой, как и у этих образцов. Давайте отмеряем и нальем в каждый из образцов коагулянт. В первом образце у нас 2 лиры условно-питьевой воды. И по совету производителя мы наливаем туда коагулянта из расчета 1 мл на 1 литр условно-питьевой воды. То есть, 2 литра, 2 мл коагулянта. Отмеряем шприцом. Далее приступаем ко второму образцу. Вода из-под крана тоже у нас считается условно-питьевой. Многие ее используют для готовки, для питья в том числе. Так что, тоже 2 мл на 2 литра. Для воды из неизвестных источников или из рек или водоемов производитель утверждает, что нужно использовать вдвое больше коагулянта. Здесь у нас литр речной воды из реки Унава. Так что мы также используем 2 мл на 1 литр. Далее производитель говорит, что нужно эту воду отстаивать на протяжении 8 часов. Впоследствии, ну, как только пройдет 8 часов в осадок выпадут тяжелые элементы, легкие элементы поднимутся наверх. И вода, оставшаяся посередине, будет пригодна для питья. Через 30 минут, в принципе, образовавшиеся хлопья, опять-таки по утверждению производителя, можно отфильтровать и воду уже использовать. Посмотрим, как это действует. И вернемся через 30 минут и через 8 часов. Итак, прошло полчаса. Давайте глянем на наши образцы. Первый образец не изменился. Не видно никакого осадка. И в том числе не видно никакой корки в виде элементов, которые поднялись на поверхность воды. Второй образец. Видим пузырьки не только прилившие к банке, а также, если присмотреться, можно увидеть пузырьки внутри. И вот такие вот какие-то элементы, которые зависли по центру этой воды и должны вроде как осесть. Третий образец. Третий образец. Речная вода. И здесь как раз можно видеть, что внизу вода более концентрированного цвета. То есть отсюда делаем вывод, что верхняя часть воды стала немного чище. Следующий раз посмотрим на наши образцы по прошествии 8 часов от момента заливания коагулянта. По прошествии 8 часов посмотрим на наши образцы. Первый контрольный образец практически не имеет осадка. На камере вы даже его не увидите. Незначительная есть корочка из пузырьков на поверхности воды. Второй образец. На дне вы видите мутную, желтоватую, мутный желтоватый осадок в виде такой себе тучки. Это и есть опустившиеся на дно тяжелые фракции. Над водой. Также в виде пузырьков. Есть такая себе корка. На камере видно плохо. И третий образец. Вы видите, что ближе ко дну цвет ярче, зеленый. Выше цвет больше похож на контрольные образцы, но его кристально чистым назвать сложно. И над водой явная такая корка образовалась из легких фракций.